Ола Амиго, с нас связи Матвей, и сегодня в этом видео я делаю обзор на Fortnite на iOS. Ну, как Fortnite, точнее на клона Fortnite в App Store. Думаю, в наши дни сейчас это как никогда актуально, так как официально в Fortnite на айфонах и айпадах не поиграешь, будем искать другие альтернативы. А если серьёзно, то сегодня к нам на обзор попал крайне абсурдный клон Fortnite, который я только смог найти в App Store. Эта игра такая нелепая и убогая, при этом пытается быть похожа на Fortnite, и в общем, я уверен, вам стоит на неё взглянуть. Предупреждаю сразу, это не PUBG Mobile и не Free Fire. В общем, сегодня мы посмотрим, что это за очередной клон Fortnite на iOS, попытаемся в него поиграть, может даже возьмём топ-1, сравним с оригинальным Fortnite, конечно же, выстебим и поугараем над этим дерьмом. Всё как вы любите, ни в коем случае не переключайтесь, будет интересно. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на телефоне, то обязательно оформи подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по мобильному Fortnite во всём СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не забывай про лучшую поддержку меня, а именно мой тег автор мотивкар в твоём уже днём на магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом наших группок на ЛВК, ну или в специальный канал в нашем дискорд-сервере. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Именно таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а также теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Жареной Пицце, Славе и Сейдену, очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и давайте, наконец-таки, посмотрим на, возможно, самую убогую пародию Fortnite на iOS. В общем, данная игра имеет достаточно незамысловатое название, то есть так и называется Королевская битва. Война. Разработчик данной игры у нас, конечно же, китаец, ну а средняя оценка данной игры 2,5 звёзд. Давайте посмотрим, что же эту игру так занижают в рейтинге, я не думаю, что она настолько ужасная, вот по скринам видно, вот это вот реально тот же самый Fortnite, просто вот он на iOS есть, потому что оригинального Fortnite на iOS нет. Вон тут как в Fortnite есть боевой автобус, всякие тут дельтапланы, оружие похоже, кирка даже есть, ну то есть я думаю, ну то же самый Fortnite, реально, отличий не вижу. Давайте лучше посмотрим, что об этой игре пишут в отзывах. Одна звезда, Free Fire и то будет лучше. Пф, чел, ты, наверное, даже эту игру не открывал, а уже хейтишь. Ужас, одна звезда, это худшая пародия на PUBG и Fortnite, которую я видел. Тоже не понимаю, наверное, от балды написал комментарий. Ещё один плохой комментарий. Хуже шлака этого я ещё не видел, игра написана на коленке за 5 минут, даже реклама тут красивее, нежели чем игра. Хм, насчёт рекламы не знаю, в общем, это мы тоже увидим. Хуже не придумать, это самая тупая копия Fortnite, постоянно вылетает и постоянная реклама. Ну вот, более-менее такая конструктивная и адекватная критика. Всё же посмотрим, я не думаю, что эта игра настолько плохая, я думаю, ну хотя бы на 3 звёздочки она точно тянет. Кому, кстати, интересно, если хотите тоже поиграть в эту игру, просто в App Store пишите в поиск Fortnite, она там одна из первых появляется. Вот по картинке вы поймёте, что это именно та самая королевская битва-война, самый крутой батл-рояль на начало 21-го года. А вон тут, конечно, вот даже иконка, более-менее, вот реально видно, это же Джонси, а вон там сверху боевой автобус, точности как в Fortnite. Ну я думаю, реально, может это Epic Games сделали специально такая, ну типа прикрытие, типа они замаскровали свою игру под эту игру, чтобы их не банили в App Store. Как видите, я её уже установил, так что давайте откроем, я уже в предвкушении, мне интересно, что же это за игра. Так, ну в принципе, о-о-о, смотрите, танцы, там сразу у нас несколько эмоций есть, в отличие от Fortnite. В Fortnite у нас всего лишь одна начальная эмоция, а он тут уже что-то есть. Так, ну у нас тут какие-то скинчики есть, вот непонятный ВДВшник, какая-то баба в шапочке, из Fortnite похожий скин есть. Какая-то трейсер, не знаю, ковбой, какой-то рокер, я не знаю, киборг, чё тут ещё, всё, всё, это все скины. Можно имя поменять, давайте тогда сейчас напишем. Матевкар, может я даже своих подписчиков смогу тут встретить? Ой, а чё я не могу R добавить, чё тут настолько короткий ник можно сделать? Ну ладно, пусть будет матевк, ладно, пусть будет так, короче. О, это реально, это же картинки из Fortnite, это просто переделанный вот этот, как его, это же реально просто переделанный скин Raptor на дельтаплане. И он карта впечатляет, о-о-о, ничего себе. Стартовый остров тоже на Fortnite-овский похож. Вон тут можно оглядеться вокруг себя, давайте посмотрим, как мы выглядим. Ну, я же говорю, скин красивый, такая прям хорошая девушка. Ставь лайк, если бы замутил с ней. А это, я так понимаю, боевой автобус и наша огромнейшая карта. Это реально сразу вот плюс преимущества этой игры от Fortnite-ов. Вот смотрите, какая крутая карта, большая, надеюсь, она не менее интересная. Вот, ну я не знаю, давайте, наверное, на хот-дроп прыгнем, попробуем всё-таки. Вон, я вижу там внизу какие-то здания. Тут, короче, блин, когда летишь, пока ты не открыл дельтаплан, тут все модельки вот этих домов, они 2D-шные. Вот я вот сейчас приземлился, и они уже 3D стали. Нихрена, это здесь что, это поселение великанов, я не понимаю. О, смотри, пекарь есть, сразу с патронами, 100 патронов, нифига. О, нихрена, 4Х прицел. И ещё какие-то патроны, так я понимаю, для дробовика. У нас, по-моему, нет места. Не, ну реально, вы просто посмотрите, каких масштабов здесь дома. Ну, наверное, реально, поселение великанов. Может, тут даже свой сюжет есть, даже получше, чем у Фортнайта. Ну, я пока об этом ничего не могу сказать, потому что не знаю. Ммм, вот это прицел. Да, я понимаю, зум, как бы, 4Х, все дела. Ну, конечно, да, согласитесь, анимация немного хромает. Ну, боже, кому нужна анимация? Главное, это FPS, чтобы FPS в катке не проседал. По крайней мере, вот, да, ещё одно отличие от Фортнайта заключается в том, что, смотрите, как эта игра стабильна и красиво идёт. У меня ещё ни одного момента пока что не было, чтобы игра проседала ниже 60 FPS. Ну, такого в Фортнайте нету, а здесь есть. Ну, ребята, Эпигеймс, задумайтесь, пожалуйста, насчёт своей игры, конкретно её мобильной версии. В общем, мы залутали это поселение великанов. На острове пишут, что осталось 93 человека. Как вы видите, даже вот с онлайном здесь проблем нет. Настолько это популярная королевская битва, что вот прям моментально подобрали все игроки на сервер. Реально, Эпигеймс, у вас появился серьёзный конкурент, как мне кажется. Понимаете, по нам начинает кто-то стрелять, нихрена. Ступишь, почему он бежит? Сейчас мы его убьём. А, нифига, это легко было. А я чё, в складах играю? Я его чё, нокнул? Честно, где его друг? О-о-о, вот это я понимаю. А, во, чел. Изи, изи, бота вынес попуск. Че, че, к ней мать. Образ посмотрите, то есть, ещё вот одно. Более реалистичная игра, в отличие от Фортнайта. То есть, вот у меня есть оружие. А, что? Нет! Меня убили, эта долбанная реклама начала. И что мне делать, боже? Игра слишком сложная. Боже, Фортнайт, по сравнению с этой игрой, это ничто. Фортнайт, это, я не знаю, крестики-нолики для детей. Очень сложно, очень сложно. Ладно, попробуем ещё одну катку сыграть. Посмотрим, что к чему. Вот, а дальше, я не знаю. Посмотрим. Я ещё раз узнал, за каждую победу в этой игре, тебе дают специальные монетки. И за эти же монетки ты в начале игры, я так понял, можешь купить себе бронежилет, аптечку. И не знаю, что это. Так же это, мозги, наверное. Но я думаю, это специальная опция для разработчиков. Покупать себе мозги. Видно, у них не хватило достаточно средств. Ну, ладно. В общем, кстати, без рекламы можно играть. Посмотрим, на каких же условиях. Что? 450 рублей, чтобы убрать рекламу из этой игры? Ребят, за 500 рублей можно задонатить Фортнайт и получить 1000 вибаксов. И потратить их, конечно же, с тегом мотивкара. А вот, ну, это... О, и что, и БП есть? Ммм, смотрите, здесь БП есть. Боже. Смотрите, какие скины. О, вот это я понял. Это киберспортивный скин. Я постоянно вижу, ребята с ним в арене бегают. Обязательно такой куплю. Я думаю, это точно прибавит мне скилла в игре. Ну, да, реально, кстати, прибавит. Смотрите, здесь оборон 250. Броню дает этот скин. Еще чел. Ну, это уже... Это индивидуально такого в Фортнайте. Даже такого в Фортнайте нету. И какой-то, ё-моё, непонятный чел с рогами. Короче, ребята, у меня тут появилась одна нелегальная идея. Да, понимаю, абсолютно дико. Вот чисто теоретически, ради эксперимента, попробуем включить авиарежим и зайти в эту игру. Мне вот реально интересно. Типа, лол. Мы сможем поиграть? Или это реально онлайн-игра? Нифига! Да это же оффлайн-игра, лол! Не, я не говорю, что это плохо. Наоборот, круче, типа, лол, ты сможешь это играть, там, в метро. Не, в метро есть интернет. В самолете можешь играть в Королевскую битву «Война», в отличие от Фортнайта. В Фортнайте нельзя поиграть в самолете. Кстати, делал об этом видео. Посмотрите, кому будет интересно. Короче, блин, ну это отдельный респект. Реально, играть! Играть в Королевскую битву без интернета, ребят. Где вы такое еще видели? Ни в Фортнайте, ни в Пабге, ни в Apex Legends, нигде такого нет. Здесь это есть. Нашел, кстати, еще одну удивительную фишку в не менее удивительной игре. Этой, типа, лол. Тут, оказывается, прицел можно нацепить даже на дробовик. Смотрите, у меня 4Х стоит на дробовике. Что вы на это скажете? И во! Это реально мета, смотрите. Просто за несколько выстрелов убил противника. Сделал еще одно удивительное открытие в игре под названием Королевская битва война. Тут, короче, даже есть техника плавания. Вот, смотрите, я захожу в эту вот реально самую, наверное, физикоподобную воду в гейминдустрии. И я вот, как видите, спокойно плыву. Жаль, что нырять нельзя. Но, ладно, это, естественно, в следующем обновлении обязательно добавят. Я разработчикам это отпишу. Тем временем осталось 3 человека. Ой, блин. Короче, тем временем здесь началась полная фигня. Смотрите. Смотрите, я сейчас... Один на один, один на один. И давай! Ну все, я один. ХОООО! Мы заняли топ-1! Winner Winner Chicken Dinner! Это, ребята, оригинальная фраза. Я считаю, PUBG ее скопировали. Именно у этой игры. Потому что, боже, я думаю, ни у кого сомнений не осталось, что это лучше Королевская битва. Смотрите. Сделали 16 киллов. И заработали баллов 179. 179 монеток да ладно вам конечно же прекрасно понимаешь это полное дерьмо и не знаю кто в это играет ну вы просто посмотрите ребят боже не знаю пиши обязательно пишите в комментариях кто играет в королевская битва война интересно потому что реально хочу посмотреть на как выглядит вообще типичная комьюнити естественно тут сразу видно что разработчики не знаю на что надеялись думали он все чисто напихаем дохрена рекламы в какую-то дешевую игру на которую потратили наверное 0 рублей соответственно не знаю сколько они там конечно зарабатывать наверное миллионы точно не гребут но будет было бы интересно узнать а вам огромное спасибо за просмотр данного видео если вы досмотрели до этого момента и до сих пор не поставили лайк то сейчас же обязательно это исправьте я старался также обязательно пишите в комментариях что думаете по поводу данной игры именно вы будет очень интересно узнать и конечно если здесь наберется большой актив там лайков так например 500 то я обязательно сделаю еще обзор на какую-нибудь пародию фортнайта в appstore в общем все зависит от вас и вашего желания но по традиции с вами как всегда был матвей аста луэго